Мы должны с вами сожалеть, если мы что-то сделаем неправильно по отношению к нашей религии, к нашему единобожию, к нашей акиде. Об этом должны люди страшиться и ни в коем случае не впадя в это, оберегать себя и своих детей от многобожия. Аллах в Коране говорит, Аллах не прощает, когда человек предает Аллаху с товарищей, а все остальное прощает, кому пожелает. Касательно намаза, если человек так и не стал намазом или пропустил намаз, должен сожалеть, переживать. Аллах в Коране говорит, Аллах Субханна говорит в Коране, в Коране я спросил о муджериме, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, они сказали, что у вас нету мусалин. Люди, которые зайдут в рай, и другие группы людей, которые зайдут в ад, между собой будут общаться. Обитатели рая удивляться и спросят, что вас ввело в ад? Мы сейчас в раю, а вас что ввело в ад? Первый ответ, не было мусалин. Мы не были из числа молящихся. Это хукук, именно отношение между рабом и Аллахом Субхану Ва Тааля. Отношение между братьями, между людьми. Мы должны, каждый из нас остерегаться, задеть кровь, честь и имущество другого. Касательно крови, когда убили Усмана, раздаллаху ангу, зашли и принули Усмана, раздаллаху ангу, потом подошли к его жене и ударили ее. И она упала и сказала, Через несколько лет этого человека, кто убил Усмана, раздаллаху ангу, нашли вкуфа в Ираке с отрезанными руками и ногами. И он кричал, И тогда спросили, что ты говоришь, почему ты прибегаешь к Аллаху от огня? Он говорит, когда я убил Усмана и ударил его жену, она прикляла меня и сказала, отрубит Аллах тебе руки и ноги и ведет тебя в ад. Сейчас я, видите, с отрубленными руками, с отрубленными ногами и боюсь третье, что сбудется, что я буду в аду. Касательно чести другого. Мухаммад бин Сирин был великим богобоязненным ученым. И один раз пришел к нему один из людей, и он тавсиры снам давал, как вы знаете. Тавсиры лихлам. Пришел один из человек и спросил ему касательно своего сна. И он сказал, я видел человека во сне, то, что на ногах у него выросли волосы. На что ибн Сирин, Мухаммад бин Сирин сказал, если сбудется этот сон, то этот человек будет в тюрьме, сядет в тюрьму. На что он ему отвечает, то, что во сне я видел тебя, я Мухаммад бин Сирин. И так случилось, его посадили в тюрьму, за то, что он был должен деньги, за один долг. И он не выходил никогда больше после этого из тюрьмы, кроме как один раз прочитать Саляту-ль-Джаназа за Анас бин Малик. Анас бин Малик попросил, чтобы он за него прочитал Саляту-ль-Джаназа, и потом обратно зашел в тюрьму. И умер в тюрьме. И пересмерчиво сказал, «Я сейчас понял, за что я в тюрьме и умираю в тюрьме». 40 лет назад одному из людей я сказал, презирая его, «О, ты обанкротченный, о, ты банкрот!» И сейчас я банкрот, я в тюрьме и умираю в тюрьме. Поэтому наш язык не должен, наше тело не должно причинять вред другому по отношению к его телу, по отношению, задевать его честь. И третье, по отношению имуществу. Подошел один из сахабов, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ассаляму, и сказал, «У меня есть люди, которые работают под моим руководством. Один раз я им додаю зарплату, а когда-то не додаю». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассаляму, сказал, «То, что ты им не додаешь, они возьмут с тебя в судный день, а то, что они у тебя забирают, то, что воруют у тебя, ты у них заберешь в судный день». И заполакал этот человек. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ассаляму, сказал, «У меня юбки, а почему он плачет?» «Аллам якрав каву лаллаху аззи ва жалл». Ничто он не читал аят, где Всевышний сказал, «У меня додаю мавазин, а киста ли яуми кияма, фалай талзлиму нафсум шайя, ва интекуми сгаля дарраты мин хардалин, а тайна биха, ва кафа бина хасибин». Мы установим на судный день весы справедливости. И ни одна душа не будет притеснена. И хотя бы кто-то пылинку чужого забрал, он вернет ему это в судный день. Не деньгами уже, а благими делами. И достаточно нас из числа всех, говорит Всевышний Аллах, кто берет расчет. Поэтому вот эти аяты, то, о чем мы хотели сказать, уважаемые братья, чтобы они зафиксировались в наших сердцах и на протяжении нашей жизни. Если что-то случается, какое-то испытание, и через это испытание мы приближаемся к Аллаху, мы должны искренне верить и понимать, что Аллах хочет для нас благо. Но если не да, Аллах, мы спали, впали с вами, зульм, какое-то притеснение сделали по отношению к поклонению Аллаху, или по отношению к рабам Аллаха, здесь мы должны сожалеть и успеть изменить ситуацию до тех пор, пока придет к нам ангел смерти и встретимся мы к Аллаху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok